Здравствуйте, друзья! Сегодня вас ждет очень интересное видео, такое долгожданное для меня, с посадкой трех красоток вот в эту маленькую ладью. Кто меня смотрит постоянно, тот знает, что сажать мы собирались три темные орхидеи, которые похожи на орхидею Крембри Чача. Так, вот так она цветет. Это конкретно вот эта орхидейка, вот эта вот орхидейка 18, та была 24, и самая новая орхидейка 166. Вот орхидейка эта в росте, у нее раскукленные корешочки, растет листик. Здесь то же самое мы наблюдаем, растущий листик, корешочки. Вот эта орхидейка еще не вступила в стадию роста, потому что она буквально вчера отцвела. Но ничего страшного, у меня просто горит уже, я вся в нетерпении. Очень хочу посадить этих девочек совместно. Наверное, видео будет не короткое, но оно того стоит. По примеру, в своей большой лодочке, в которую посажены пятнистые, две пятнистые, одна белая орхидея, которые зацвели одномоментно. Это очень красивое зрелище. Я... Ой, треснул, хорошо. Я с нетерпением буду ждать, когда маленькая ладья порадует меня таким же результатом. Так, стаканчик, все, капец. Хотя вот и у этой орхидейки раскуклился корешочек. Вот здесь вот, если видно, так, как вот зелененькая пупочка растущего в корне. Так, здесь уже все, корешки оплели, заплели и прилипли. Все, вот красота. Стаканчик потерялся, но ничего страшного. Грунт весь свалился сам с корней. Убираю пропавшие кончики. Отжившие корешочки. Есть от шейки. Тут саму шейку можно подрезать. Так, сейчас. Чтобы ничего лишнего не чикнуть. Есть. На всякий случай сейчас капну перекисью. Мусор попробую убрать вот отсюда. Тут есть какие-то остатки. Роскоши. Так, что еще здесь у нас? Так, этот плотный корешочек. Это что у нас? Цветонож, что ли? Уберу его. Так, то, что не открепляется, откреплять не буду. То, что снимется, сниму. Так, так, так. Наверное, я вот этот листик уберу. Он начинает желтеть. И в скором времени орхидейку покинет. А так как я собираюсь ее заглубить, ибо у нее корешочки уже высоко идут от шейки, то лучше сразу убрать то, что не пригодится. Так, вот тут вот корешочек, он сухой. Его тоже убираю. Из-под листа не смог прорасти. Тут чешуечка. Вот он, свежий, кстати, цветонос, который я обрезала вчера. Так, вот этот листик. Что у нас с этим листиком? Он не... А, вот одним корешком только пробит. Есть ли смысл его снимать? Надо принять решение. Так, ну можно и не снимать. Вот так, в принципе, и пойдет посадочку. Орхидейка будет в серединке, так как она самая большая. Так, это у нас обработано. Следующая идет... Какая? Давайте вот эту, 18-ю я возьму. 18-я. Она тоже вот свела. Я ее цветущей покупала. Аккуратно достаю то, что можно достать, чтобы потом архидейка спокойно из посадки сама выскочила. Так. Так, тут корешок уже нерабочий, поэтому можно не стесняться. Что еще тут можно вытащить? Так, тут крупный кусок. Может, наверное, не вытащится. Хотя вот вытаскивается, вытаскивается. Вместе с этим корешком, кстати, его можно обрезать сразу вот так раз. Что еще? Я вижу, тут плохие корни есть. Это уже старые, отжившие. Не всегда испорченные корни. Это ваша вина прямая. Так как корни имеют срок жизни ограниченный. То вполне это может быть причиной как раз таких отмирания. То, что их срок уже прошел. Они отработали свое. Посадочка свежая. Горшок еще зеленью не успел обрасти. Так, аккуратно. Вот она уже пошла. Так, чтобы не оторвать орхидею. Здесь она, к сожалению, к коринкам приросла. Не могу ослабить пучок. Так, давай, 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 давай. Потихонечку. Вот и все. Вот и все. Красота, лепота. Это вот с цветными вкраплениями. Так, здесь нужно убрать, конечно, вот эти корешочки, которые уже все. Так, как мне сюда подлезть? Ну, тут вот прям вот тоже часть шейки можно обрезать. Она сухая. Вот такая вот. Что еще тут? Вот корешочек один остался. Сильно увлекаться не нужно обрезанием. Чем больше вы сохраните, но имеется в виду, конечно, здорового, растущего, не истлевшего и не сухого, чем больше сохраните, тем пышнее будет свисти у вас орхидейка. Вот здесь вот так. То, что отваливается, можно убрать. То, что намертво прилипло, лучше не трогать. Здесь тоже коринка вываливается. Так, вот здесь кокосовое волокно. Оно тут как-то сплетено вместе с корнями. Я не буду его трогать. И вот эту коринку тоже оставлю. Так, куда ее? Вот в эту сторону, наверное. Распределяю сразу уже просто по горшочку. Это с этой стороны, это посерединке. Кора рабочая. Я потом выберу то, что на обработку пойдет у меня. Ну и последний цветочек. Это 166. Так, тут у нас ничего нет. О, вот все хорошо. Ничего не проросло. Сухой горшочек торфяной, в который спокойно корни прорастают. Аккуратненько я снимаю его. Есть вот испорченный корень. Я его до живого вот так отрежу. Аккуратней с торфяным стаканом. В нем могут расти корни, которые не видны снаружи. И можно их поранить, если неаккуратно вот так вот как-нибудь разбирать стаканчик. А внутри маленький стаканчик, крохотный наперсточек. Даже наперсточек я бы его назвала. Стаканчик. Вот такой вот малышок. Уж не знаю, кого сюда сажают в такие крохотули. Совсем, наверное, маленьких фласочников. Уж вряд ли семечки сразу сажают в такой субстрат. Так, вот тоже разбираю не до фанатизма, а просто вот основные куски. От корней совсем уж их отлеплять. Нет никакого смысла. А вы смотрите, кстати, маленький торфестакан с перлитом. Состав какой-то с перлитом. Вот беленькие вкрапления. Это не какая-то, как абяка там завелась. А перлит в состав входит. Так, ну здесь вот. Ну давай уже. Осталось-то чуть-чуть. Внутренний стаканчик, конечно, суши. Хоть и наружний был сухой, но внутренний еще суши. Потому что аккуратно поливалось растение. Что не давало намокать центральному стакану. Корешочки вот тоже себя скоро изживут. Вот эти тоненькие. Они уже как сморщенный вид имеют. Но я не буду, опять же, их удалять. Вот только сухой вот здесь есть внутри. Да, фласочный. А, ну вот он оторвался. Чешуйки убираю. Убираю, убираю. Очень тоненькая шейка. Молоденькое растение. Вот остаток цветоноса тоже убрала. И перекись пошла сюда. Что еще здесь можно сделать? Вот шейка. Маленькая, тоненькая. Отломалась сама пальцем. Я ее отломила. Ну и все, собственно. Немножечко вот так вниз корешочки разложу. И давайте вот это уберу. Сажать я буду. Сейчас покажу, какой грунт. Вот такой вот. Кокосовые чипсы. И Керамзитик. Распределяю растения. Большая у меня идет по серединке, потому что по середине много места. Широко. Корешочки можно развести. Но здесь нету особой надобности подводить корни к краям кашпо. Потому что кашпо непрозрачное. И все равно не будет видно, что там просохли корни или не просохли. Присаживаю. Пытаюсь. Пытаюсь. Как бы их... Они своими корнями, на то, что они сплели в своих старых посадках, они, конечно, друг дружке мешают. Вот этой стороной. Тут корней нет. И вот эту орхидейку. Что у нас тут? Один корень вверх торчит. Ну ладно. Ну, собственно, единственная задача будет немножко их постараться на одном уровне придержать. Так. И засыпаю. Сейчас будет мусор. Поливать буду я тоже, как обычно, все же проливом. Большая у меня лодочка заполнена мелким... Или не мелким... Обычным керамзитом заполнена, если вы помните. И я ее поливаю тоже проливом с учетом количества растений. У меня получается три груши по 80-90 миллилитров. Туда идет воды. И одну лишнюю грушу я туда добавляю. Потому что там только керамзит. Бывает две. В зависимости от состояния растения. Если я вижу, что листочки поникли. Ну, то есть пить хочет растение. Так. Что-то не пойму, не хватит, что ли, мне грунта. С этой стороны. Здесь, почему я добавила кокос, потому что это все-таки мини-орхидея. Они более требовательны в плане влажности грунта. и для адаптации в этой посадке будет необходима эта влажность. Просто в керамзит это была бы долгая адаптация, возможно, проблемная. Так, сейчас постучу, чтобы между корней попал грунт. остатки. Так, вот с этой стороны, наверное. Так, хорошо. Но грунта мне не хватает, явно. Так. Чуть-чуточку не хватает. Для этого у меня еще керамзит. Мелкий вот такой керамзит. И также кокосовые чипсы. Промытые, высушенные. Я из них при... Они же в брикетах идут. И при намокании, когда я их размачиваю, то я их промываю от торфа. Потому что много в таких брикетах торфа, кокосового, он мне нежелателен. Мне больше нужны кусочки, волокна, чтобы была хорошая воздухопроницаемость у грунта. И орхидейки мои дышали, находясь во влажной среде. что-то средняя орхидейка как-то не заполнена внутри. У нее было больше всего корней, как вы помните. И внутри была полость такая. Но это, конечно, ничего страшного. Со временем все это усядется. новые корешки тоже имеют место быть и заполнят посадочку. И грунт провалится в процессе эксплуатации полива и того, и сего, и роста корешков. Сильно утрамбовывать не нужно, да это будет и невозможно. потому что кокос, кокосовые чипсы не предполагают утрамбовки. Они такие, ну как бы, не утрамбовываются просто и все. Учитывая их волокнистость. Так. Немножко протрясу, если удастся туда протрясти. Все. Вот осталось только так, а где мои щипчики? Пинцетик. Мусор, мусор из серединки уберу. Рядом с каждой орхидейкой на горшочек наклею ее цветение и номерочек. Чтобы в истории сохранилось это все. И все. Поливать буду, сейчас скажу, через сутки. потому что корни были сухие у данных растений. Грунт сухой. За сутки возможные микротравмы подсохнут. И можно будет безбоязненно, вот, например, такую посадочку, три груши воды. Она здесь хорошо по кокосовым чипсам распределится между волокнами и смочит керамзит. и не так быстро будет просыхать, как если бы это был просто керамзит. Вот так красиво это выглядит. Обалдючо, мне кажется, выглядит. Еще осталось зацвестись нам всем вместе. Будет вообще красота. Спасибо большое за внимание. Желаю вам красивых интерьерных посадок и чтобы без проблем с адаптацией. До скорых встреч. Пишите комментарии. Пока-пока. Пока-пока.